Простейший случай преобразования одного новоугольника в другой это преобразование квадрата в прямой угольник. Вот здесь у нас квадрат каждый единичный. Мы его за прямоугольник скажем шириной А, она получает единицы, то высотой единицы. Ну и вот как это сделать, так сказать, оптимальным образом. Ну вот довольно давно, в 89-м году, я сам придумал, кто-нибудь где-то увидел идею, сейчас я об этом скажу, как это делать. В общем, я придумал некий способ, как экономно разрезать квадрат, чтобы превратить в прямоугольник. Ну, грубо говоря, как превратить скатет в единичек, вот можно так. Если он узкий, то это единичек. И даже предложил это в 89-м году на Московскую монопиаду. Вот, кстати, Александр Васильевич тогда был тоже членом задачной комиссии, он может даже эту задачку помнить. Нужно разрезать квадрат и преобразовать его прямоугольник. Ну, у этого прямоугольника вместо А была задана диагональ. И спрашивалось, как это сделать так, чтобы туманная длина разрезов, пусть и не минимальная была бы, но отличалась бы от минимальной, не более чем на А. Я тогда предполагал вот что. Для разрезания туманная длина разрезов у него была равна нижнюю оттенку. Нижнюю оттенку удалось показать на двойку меньше как раз. А нижняя оценка получилась на двойку меньше. Ну и тем самым, вверху как раз и мы прикладываем к нему некоторое количество таких же квадратов, чтобы их длина была приблизительно равна А. Потом, значит, вот параллограммчик такой рисуем, и его, значит, отрезав два треугольничка, этих синих превращаем в прямоугольник. А разрезы делаются как раз вот этими сторонами квадратов. Ну и если все перенести параллельно, мы из этих кусков составляем, значит, квадрат. Вот можно проверить, что вот. Наверху, значит, мы берем квадрат этот единичный, прикладываем к нему нужное количество тоже таких квадратов, они беленькие. Потом, значит, проводим параллограммчик такой и превращаем его в прямоугольник, переместив вот этот синий треугольничек. Ну а сам параллограмм, то есть прямоугольник, вот он разрезается еще на несколько кусков, они там разноцветные. И они при параллельном переносе как раз... А почему там А плюс 1АТ? Ну это надо считать. Я, честно говоря, считать не хочу, сейчас. Это тут можно оставить как задачу, слушайте. Все это можно прочитать в книжке Московской математической олимпиады 81-92-й годы. Ну вот полное решение всех задач московских олимпиад, они сейчас опубликованы в нескольких книгах. Есть книга-задача с 36-го года по, по-моему, 57-й, вот, есть там продолжение с 57-го по, по-моему, 80-й, вот, с 70-го по 81-й книжке, насколько мне известно, готовится, но пока еще мы слились печати. Вот, с 81-го по 92-й, вот я как раз участвовал в написании этой книжки, и там эта задача есть с решениями, там, комментариями и так далее. Ну и есть, естественно, еще книга с 93-й по наше время, это самое последнее. В этих книгах абсолютно все задачи решены, там написаны решения, там комментарии, иногда даже несколько решений, так что это все там можно прочитать. Значит, вот, откуда я взял эту картинку, я, честно говоря, толком даже уже и не помню. Но какую-то идею, наверное, где-то я все-таки позаимствовал. Именно вот схему разрезать. А вот гораздо позже я, как-то случайно, купил книжечку 2000-й, например, выпишенную в издательстве журнала «Регулярная хаотическая динамика». Ну и такой журнал издает математическую литературу. Выпустили ту-нибудь книжечку, значит, под названием «Генетерические головоломки паралогизма». «Очередь истории метарной геометрии». На самом деле, эту книгу издавали в Российской империи в 12-м году, просто ее переиздали Анатольевской совершенно. И вот, где стоят эту книжку, я обнаружил, что в ней как раз рассматривается вот эта задача и описывается ее историей. В частности, вот тут «Правый ваф» написано. И вот этот вот метод, он очень похож на метод, который здесь приписывается на отсутствую математическую 18-го века Монтюкла. Монтюкла, я сегодня посмотрел в интернете, я сейчас знаю, где Монтюкла, значит, он, кажется, в 25-м, который родился на муку, вероятно, точно в 99-м, как пишут, в «Глубокой нищете» из-за французской революции. Он был членом, академией французской академии науки, известной математикой, историей математики занимался сейчас. И вот, вроде бы, эту схему собственно, он и предложил. Ну, по крайней мере, нарисовано очень похоже, но, ну, наверное, то же самое, хотя у меня словно уверенности нет. Значит, дальше в этой книжке проведено решение той же самой задачи, которую предложит человеку по фамилии Перега. Это уже 19 лет. Ну, вначале я подумал, что это как раз в точности второе решение. Сейчас мы посмотрим, как это дальше решить другим способом. Ну, вот сегодня посмотрел и понял, что вроде бы это все-таки не так. У него какой-то вариант решения Монтюкла, как тут написано, более экономный, но похоже, что он с тем, которые у меня там сейчас не совпадает. Так что, вот, кто второй вариант первый предложил, я толком даже и не знаю. Ну, вот он у меня тут тоже появился. Ну, видимо, я где-то все-таки частные случаи видел этой картинки, а потом уже дальше сам разобрал, чтобы я уже делал. Вот второй способ. Он побил даже немножко грубоще. На самом деле, мы составляем наш прямоугольник из таких кусков. Несколько кусков, это просто прямоугольники ширины 1, вот они, два разноразветных, и они же наверху расположены в квадрате ширины 1. Один прямоугольник пятиугольник, это он немножко, тоже прямоугольник ширины 1, но немножко обрезанный. И вот два маленьких треугольничка. А, это высота, А, это прямоугольник, ширина, а квадрат, один, высота, ширина, единица. Да. Вот. Поэтому единица. Нижний треугольник, у него ширина тоже единица, а высота единица делить на А. Поэтому диагональ у него вот такая, как здесь написано. Это один разрез. Но остальные разрезы, они имеют высоту единицы делить на А, но и, грубо говоря, А штук. Нужно только учесть, что маленький разрез чуть меньше. Ну, если аккуратно все посчитать, то суммарная длина оказывается вот такой. Ну, и видно, что это меньше, чем А прибавить единица делить на А. То же квадратный корень этот, он будет меньше, чем 1 плюс 1. Так что вот это решение в смысле минимизации длины чуть-чуть улучшит. Ну, и по количеству кусков оно кажется тоже на единичку может быть улучшит. Ну, а нижнюю оценку впоследствии мне удалось немножечко улучшить, и она теперь имеет вид А- минус 1. Но это немножко улучшит его. Потому что А у нас больше 1. Понятно, что небольшое улучшение. Ну, надо сказать, что вот эта оценка А-1, она вообще-то, конечно, достижима, если А является натуральным числом. Ну, действительно, если А натуральным числом, то как мы можем превратить квадрат в прямоугольник? А мы просто его разрезаем на полосы шириной единицы делить на А. И будет А- как раз. Из них составляется этот прямоугольник. Ну, а сумма для длина разрезов, каждый разрез имеет длину единицы, а количество разрезов как раз оно не садится. Так что вот эта нижняя оценка она вообще будет стекать.